У документального фильма о великом крымско-татарском и общетюркском просветителе Исмаиле Гаспринском, к съемкам которого приступила студия Хараденес Продакшн, уже есть название – «Переводчик». И в нем не только отсылка к первой крымско-татарской газете «Терджиман». Гаспринский стал посредником, связующим звеном, переводчиком для всего тюркского и мусульманского мира, открывая свету его смыслы, идеи, мировоззрения. Действие фильма будет в основном разворачиваться в Бахчисарае, где прошли наиболее плодотворные годы жизни Исмаил Бея. Временные рамки – конец XIX и начало XX веков, когда крымско-татарское общество, пережившее ряд исторических потрясений и, казалось, застывшее в самоизоляции, на самом деле ждало перемен, новых импульсов. Таким импульсом и стали идеи Гаспринского, вдохновленного целью просвещения и развития для своего народа. По замыслу авторов этот фильм станет не биографическим жизнеописанием, а отражением замыслов, мыслей и надежд просветителя. Происмол и Гаспринского уже не раз снимали фильмы, поэтому мы решили свой фильм сделать похожим не на учебник, со списками дат, фактов о погрузии зрителя в мир мыслей, надежд, мечтаний великого просветителя. Самые ответственные задачи в команде, работающей над фильмом, лежат на декораторах и художниках по костюму. Ведь им нужно реконструировать интерьер, одежду, образы, отражающие дух эпохи Гаспринского. В своей работе мы пытались максимально создать атмосферу конца 19-го, начала 20-го века, ту атмосферу, в которую жил и творил Гаспринский, максимально к ней приблизиться. Мы ориентировались на старинные артефакты, старались максимально приблизиться и в гриме, и в аксессуарах. Вот, кстати, очень много аксессуаров нам предоставил коллекционер Абдуль-Вахаб Сейдхалилов в своей личной коллекции, конечно, которые эти аксессуары очень сильно обогатили образы. На съемках присутствуют оригинальные книги конца 19-го, начала 20-го века, оригинальные газеты «Терджиман» под издательством Исмела Гаспринского, также оригинальные письменные наборы. Удалось найти перо, похожее, почти один в один, которое было у Исмела Гаспринского, серебряное, дарственное. Это орден Меджедие четвертой степени, орден, которым был награжден Гаспринский, и он был как раз-таки приобретен специально для съемок фильма. Фильм будет охватывать значительный период времени, поэтому в нем зритель увидит и молодого, и зрелого Гаспринского. В этом фильме я играю роль молодого Исмаила Гаспринского. Я бы хотел выразить огромную благодарность всей команде «Харадзинист Продакшн» за то, что им удалось воссоздать эту уникальную, интересную атмосферу на съемочной площадке, которая позволяет актерам погрузиться в эту эпоху. Первые съемочные дни фильма прошли в Мемориальном музее Исмаила Гаспринского. Это стало возможным благодаря поддержке руководства музея, заслужившего особую благодарность студии «Харадзинист Продакшн». Исмаил Гаспринский акканда, оның биографиясы акканда, бутын япқан ишлері ве фаалет акканда, мен білесем төек бірдәне филімдегіл, чокча филімлер чықармақ керек, ве бұл филімлер вастасы еле, бізлер мен же, мені фықырым же, Исмаил Гаспринскийны бутын түніяға япқан ишіны дада чок яйғанлаштыра білеміз. Для Крыма 2021 год – это год 170-летия Великого Просветителя, человека, ставшего целой эпохой в истории крымских татар, давшего огромный импульс для развития нашего народа. Сейчас у команды, работающей над документальным фильмом, горячие, но очень интересные дни. «Харадзинист Продакшн» обещает, зритель увидит картину уже в мае.